Минувшая аномально тёплая зима стала причиной того, что весенние палы травы на территории Тверской области начались на три недели раньше обычного. Пик возгорания пришёлся на последние четыре дня, когда количество выездов сотрудников МЧС в день перевалило за сотню. Наибольшие опасения у пожарной службы вызывают Калининский, Конаковский и Зубцовский районы. Именно там прогнозируется наибольшее количество весенних палов. Достаточно раннее начало весенних палов травы на территории Тверской области в этом году было ожидаемо, рассказывают в региональном управлении МЧС. Причиной тому стала достаточно тёплая и малоснежная зима. Последние несколько дней на территории Верхней Волжьи вовсе преобладала крайне тёплая и сухая погода. Как следствие, первые возгорания начались на три недели раньше обычного. Максимальное количество у нас палов травы началось с понедельника прошлой недели. Сначала незначительное количество и максимальные пики это был четверг-пятница, когда выезды достигали до 100 выездов в день. Особые опасения в региональном управлении МЧС вызывают районы с наибольшим количеством населения. Это Калининский, Конаковский и Зубцовский районы, где за один день уже было зафиксировано порядка 200 гектаров горящей травы. Большие надежды в чрезвычайном ведомстве связывают с возвращением Верхней Волжи достаточно прохладной погоды. Это, по словам спасателей, позволит экстренным службам сделать небольшую передышку. После чего работа будет продолжена. Сейчас финнадзорные органы переведены на усиленный вариант несения службы. В МЧС советуют гражданам внимательно относиться к соблюдению правил пожарной безопасности. В противном случае может последовать административная и даже уголовная ответственность. За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима граждане несут административную ответственность в виде штрафа до 4 тысяч рублей, должностные лица до 30 тысяч рублей, юридические лица до 400 тысяч рублей. Но если вдруг неосторожными действиями граждан возникнут такие обстоятельства, как уничтожение или повреждение имущества третьих лиц, здесь наступает в том числе и уголовная ответственность. Статья 168 Уголовного кодекса Российской Федерации. В этом случае нарушителю может грозить до одного года лишения свободы.